Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. ТЭФИ ПРОВОРСТВО РУК В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местной младежи, красовалась длинная красная афиша. Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии. Поразительнейшие фокусы, как то — сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе. Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты. Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем, покорно и не отряхиваясь. У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля. Стало темнеть. Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста. Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон. Ни одной дыры. Все серо. В Тимошове прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар, в Абаяне прогар, в Курске прогар. А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан, господину исправнику всем послано. Пойду лампу заправлять. Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог. Чего им еще нужно? Нарыв на голове, что ли? К восьми часам стали собираться. На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно. В половине девятого выяснилось, что больше никто не придет. А те, кто сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно. Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившейся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену. Несколько секунд он стоял молча и думал, сбор четыре рубля, керосин шесть гривен — это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уже чего? Головин сын на почетном месте пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать, это я вас спрашиваю. И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу. — Браво! — загорал один из пьяных. Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал. — Уважаемый публик, позволяю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство. Что противно нашей православной религии и даже запрещено полиции, этого на свете даже совсем и не бывает. Нет, далеко не так. То, что вы здесь увидите, есть не что иное, как проворство и ловкость рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке. Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его слегка тряслись. — Извольте убедиться, что платок совершенно пуст. Вот я его встряхиваю. Он встряхнул платок и растянул руками. — С утра одна булочка в копейку и стакан чаю без сахара, а завтра что? — думал он. — Можете убедиться, что никакого яйца здесь нет. Публика зашевелилась. Кто-то фыркнул. Вдруг один из пьяных загудел. — Врешь! Вот яйцо! — Где что? — растерялся фокусник. — А к платку на веревочке привязал. — С той стороны! — закричали голоса. — На свечке просвечивает! Смущенный фокусник повернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо. — Эх ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно. — Тебе бы за свечку зайти. Вот и незаметно было бы. А ты вперед залез. Так брать нельзя. Фокусник был бледен и криво улыбался. — Это действительно, — говорил он. — Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а только проворство рук. Извините, господа. Голос у него пресекся и задрожал. — Ладно, да ладно! Нечего тут! Валяй дальше! Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок. Публика стеснялась. Многие было уже вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали обратно. Тогда фокусник подошел к сыну городского головы и протянул свою дрожащую руку. Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил. Сын головы дал свой платок, и фокусник развернул его и встряхнул. — Прошу убедиться, совершенно целый платок! Сын головы гордо осмотрел публику. — Теперь глядите! Этот платок стал волшебным! Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. Горит! Отгорел весь угол, видите? Публика вытягивает шею. — Верно, — кричит пьяный, — паленым пахнет! А теперь я сосчитаю до трех, и платок будет опять целым. Раз, два, три! Извольте убедиться! Он гордо и ловко расправил платок. — Ах! Ах! — ахнула и публика. Посреди платка зияла огромная паленая дыра. — Однако, — сказал сын головы и засопел носом. Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал. — Господа, почтеннейшая пуп... Сбору никакого! Дождь с утра, куда ни попаду везде с утра! Не ел, не ел! На булку копейку! — Да ведь мы ничего! Бог с тобой, — кричала публика. — Разве мы звери! Господь с тобой! Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком. — Четыре рубля сбору! Помещение восемь рублей! — Восемь! Во-о-о-о-о! Какая-то баба всхлипнула. — Да полный тебе, о Господи! Душу выворотил! — кричали кругом. В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне. — Это что? Расходись по домам! Все и без того встали. Вышли. Захлюпали по лужам. Молчали. Вздыхали. — А что я вам, братцы, скажу? Вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных. Все даже приостановились. — А что я вам скажу? Ведь подлец народ нонче пошел. Он с тебя деньги сдерет и тебе же душу выворотит, а? — Вздуть ухнул кто-то во мгле. — Именно что вздуть! Ай да! Кто со мной? Раз, два, три! Ну, марш! Безо всякой совести, народ! Я тоже деньги платил некраденные. Ну, мы уж тебе покажем! Живо! Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.